Всем привет, друзья! Сегодня с помощью вот таких вот матриц и других там элементов набора мы будем собирать светодиодные часы. И, честно сказать, полюбил я эти сборки. Получается, что за полчаса у вас уже в руках готовое изделие. И вот в названии этих часов на сайте магазина написано, что есть сенсор гравитации. Сенсор гравитации. Так вот звучит красиво. А на самом деле какой-то шарик и два контакта. Шарик металлический или какая-то жидкость металлическая. Внутри два контакта. Если так замкнута оба, если перевернуть, замыкается один. То есть все просто. Вот оно название красивое. И вот, друзья, то, что в этом наборе. И ссылку на него посмотрите в описании под видео. Вот здесь есть микроконтроллер. Так понимаю, уже запрограммирован. И какая-то микросхема, то ли еще один микроконтроллер. Вообще, я радиолюбитель. И моя техника пайки, конечно, далека от идеала. Но я занимаюсь тем, что мне очень нравится. И от этого кайфую, по сути. Но снимать вот эти наклеечки не особо люблю. Когда они такие штуки присылают, они всегда в каких-то наклейках. Их пока сдерешь, с ума можно сойти. И вот, друзья, этот сенсор гравитации с близкого расстояния. Там шарик, и он катится сверху вниз. Начнем пайку с микроконтроллера. Точка, которая на нем, должна соответствовать точке, которая на плате. И тут важно сразу припаять одну-две ножки, для того, чтобы микросхема зафиксировалась. А дальше уже пойдет все как по маслу. На этой микросхеме уже точек нет. Там какая-то решетка нарисована. Вот она должна совпасть с этим кружком беленьким. И вот так я все спаял. Это припаял все самые большие элементы. Обратите внимание, плюсик в активном зуме рассмотрит вниз. Так, значит, дальше паяем мелкие элементы. И эти мелкие элементы, вот, два конденсатора C7, C5 и четыре резистора. Вот есть три конденсатора, и вот тут шесть резисторов. Это как бы запасные. А теперь, внимание, паяем сенсор гравитации. Переворачиваем плату. Здесь написано LD1, LD2. Берем матрицу, смотрим, здесь вот есть какое-то обозначение сверху. И вставляем вот таким образом, чтобы этот текст был наверх. Одну и, соответственно, вторую также. И так я все спаял. Вот такая штука получается. Выглядит красиво. Но перед тем, как собрать это все в корпус, необходимо еще проверить. Лучше, знаете, раз 20 проверить, нежели будет что-то замкнуто. И когда мы подадим питание, то оно сгорит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, настало время включить его в розетку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Опа! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь необходимо настроить время. Но кнопочка там вот внутри как-то, но это, по-моему, не продумано. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, нужно было зажать и подержать верхнюю кнопку. Теперь можно выбрать изменить время. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, время выставил. Кстати, часы, смотрите, вот переворачиваешь, они тоже переворачивают текст. Зажимаем верхнюю кнопку, и здесь видно, что можно регулировать. Итак, время, мигание двух точек, которые между цифрами, дисплей, шрифт, будильник. Значит, я в настройках выбрал дисплей, и теперь часы показывают сначала время, затем температуру, затем дату еще не изменил, затем какой сегодня день, ну и затем New Year's Day. Итак, друзья, вот такая штука сегодня получилась. Если вам было интересно, значит, следите за каналом. Дальше будет еще интересней. До новых встреч. Всем пока.